Мне все-таки, хоть и так я сказал, что одна из задач, но это на самом деле одна из многих-многих задач, далеко не главной, слава богу. Ради такого, только ради этого дела создавать движение, ну это неправильно. Вот мы хотим в рамках этого движения объединить людей, единомышленников по всей стране во благо создания, делания добрых дел. Вот мы, конечно, будем проводить какие-то звонкие и важные мероприятия федеральные, но опять это не важно, это не самое главное. Главное объединить много людей для делания добрых дел. И через сайт, через наше движение, вот этот опыт делания добрых дел распространять, чтобы люди друг другу дарили эти идеи. И я просто по жизни, когда вот занимался политикой реально, да, я видел, сколько много людей, которые хотят делать что-то доброе, но они говорят, у меня денег нет. И я, говорит, одна, ну что я, говорит, одна могу сделать, понимаете, вот давайте вот, а вместе я бы вот с кем-то там, вот нужно движение ради того, чтобы могли два, три, десять человек объединиться и пойти, к примеру, в больницу. И помочь. Один не пойдет, скажешь, ну что, дурной что-нибудь, взял, пришел, что ты здесь ходишь, иди отсюда, да. А когда придут пять человек и вместе скажут, а вот мы главврачу, скажем, мы хотим помогать престарелым там, которые уже тяжело больные люди там, прочее. Ведь им не всегда нужна даже физическая помощь. Иногда просто нужна моральная помощь. Вот просто прийти человеку, подарить кусочек сердца, да, улыбнуться ему, да, сказать, что ты нужен, ты не одинок, мы тебя любим, да, вот это нужно людям, понимаете. И я глубоко убежден, что судьба страны, если говорить опять о патриотизме, о больших и великих делах, да, она ведь зависит от того, вот есть огромные весы, на которые каждый день и каждую секунду, да, долю секунды, кладутся на одну сторону злые дела, а на другую добрые. И вот когда в стране, вот все мы, значит, живем, и каждый вот ежеминутно какие-то действия, мысли хорошие или плохие, да, вот они, и вот если у нас перевешивают злые дела, вот какие бы мы индивидуально идеальные не были бы, намоленные, так скажем, чистые, а в стране будет плохо. У страны будет плохая судьба. И вот только тогда, когда чаша пойдет от добрых дел перевешиваться, только тогда страна начнет дышать и воздух другой будет в нашей стране, понимаете. А я хочу, чтобы мои дети жили в стране, дышали чистым, светлым воздухом, чтобы был свет, не только солнечный, но свет, божий свет был в этой, в нашем мире. Вот, а для этого надо делать, тысячи малых добрых дел надо делать, только они могут спасти. Хотя у нас, конечно, есть и планы, ну, к примеру, сейчас мы осенью планируем провести заседание Центрального Совета, не знаю, поддержите вы или нет, мы видим, что есть проблема не только у нас внутри, да, а снаружи, да, вот вопрос защиты православия. Вот нас поучают запад демократии и говорят, что вот мы такие неумытые и неразумные, и вещи нам учат, как нам жить, да. А вы посмотрите, что там происходит. Разве это демократия, когда в Европе сегодня священника заставляют судом, заставляют отказаться от заповедей Христовых. Когда ему говорят, священник заявляет, говорит, что однополые браки, это не полноценные браки. Ну, что он сказал плохого-то? Он истину сказал. Вообще даже, я бы даже грубее сказал, потому что это вообще не брак, да. А он, еще так скажем, мягко сказал, так его публично сказали, или тебя в тюрьму посадим, да, или, значит, ты публично отречешься от своих слов, и при этом еще 20 тысяч евро штраф. Слушайте, это демократия? Я не понимаю такой демократии. И посмотрите, что на Ближнем Востоке сейчас творится. И, кстати, опять та же Европа как-то спокойно на это смотрит, когда братьев-христиан просто тысячи уничтожают, церкви жгут, растаптывают, и тоже никто, все молчат. Вот мы хотим сейчас проанализировать ситуацию в Европе, на Ближнем Востоке, и высказать от нашего движения свое мнение по этому вопросу. И я думаю, что нам будет что сказать.